всем привет с вами александр иванов это бомбическое видео про уран на youtube канале химия просто не забудь поделиться им со всеми своими друзьями в социальных сетях химию в массы прежде чем мы начнем должен сказать что данное видео создано исключительно в образовательных целях в домашних условиях повторять не надо потому что в противном случае вот у этих ребят возникнут к вам очень серьезные вопросы и я очень сильно сомневаюсь что вы сможете хоть как-то объяснить откуда у вас взялся уран у нашего университета есть лицензия на работу с источниками ионизирующих излучений и все опыты проведены специально оборудованной лаборатории а теперь когда все формальности соблюдены и большой брат убедился что все по закону давайте смотреть на уран его соединение его химию урана 92 элемент в таблице менделеева он находится вот здесь внизу как вы видите он обозначен как радиоактивный элемент это означает что у него нет стабильных изотопов что такое изотопы можно посмотреть вот в этом видео а вводный курс в радиохимию вот в этом видео но сейчас мы разберем химию урана вот так выглядит металлический уран если к нему поднести счетчик гейгера то можно услышать вот такой треск каждый щелчок это один распавшийся атом так с помощью прибора мы можем услышать как распадаются атомы а вот так выглядит металлический уран который производила немецкая компания мерк до начала второй мировой войны этот образец трофейный данный уран мог пойти на производство немецкой атомной бомбы но как мы помним историю до этого не дошло с тех пор компания мерк больше не производит металлический уран так как уран относится к радиоактивным элементам то область его применения определяется изотопным составом природный уран содержит всего три изотопа это 234 235 и 238 уран 235 изотоп урана способен самоподдерживать цепную ядерную реакцию деления это определило его применение в сфере атомной промышленности для производства электроэнергии а также военных целях для создания атомной бомбы ради мира во всем мире изотоп урана 238 можно использовать для получения плутония 239 который потом можно использовать как ядерное топливо как вы уже поняли наиболее важен именно 235 изотоп урана а вот 238 зато практически никому не нужен поэтому основное применение 238 урана обусловлено его большой плотностью одно из таких применений это противовес кто летал на старых боингах выпущенных до 80-х годов прошлого столетия тот летал на одном самолете с полутора тысячи килограммами объединенного урана который использовался для баланса однако в случае аварии уран хорошо горит и по попадает в окружающую среду именно поэтому боинг отказался от урановых противовесах в гражданских самолетах объединенный уран также используется при бурении нефтяных скважин в виде ударных штанг или например высокоскоростных роторах гироскопов а вот этого вы вообще не ожидали услышать формуле 1 есть правило что гоночный болид должен весить не менее 600 килограмм изначально конструкторы пытаются уменьшить массу болида насколько это возможно а потом доводят его массу до 600 килограмм при помощи урана добиваясь наилучшей балансировки авто также объединенный уран применяют в качестве сердечников бронебойных снарядов например для этого используют сплав двухпроцентным содержанием молибдена а вот в этом приборе уран используется в качестве биологической защиты внутри него находится иридий 192 активностью больше четырех террабикерель это настолько большая активность что убьет очень быстро конечно можно было бы использовать всеми любимый свинец но тогда размер данного прибора был бы гораздо больше и тяжелее степень поглощения гамма излучения напрямую зависит от плотности материала используя обедненный уран мы можем сделать данный источник для гамма дефектоскопии компактным в данном образце весь иридий давно распался а все что там осталось давно изъяли и сдали на утилизацию поэтому сейчас его можно использовать только как атлетический снаряд а вообще когда-то соединение урана можно было купить в аптеке как этот уранат натрия история открытия урана довольно интересно все началось с того что в 1789 году немецкий химик мартин генрих клапрот взял вот такой минерал урана он называется ураненит если мы поднесем к нему счетчик гегера то услышим насколько сильно он радиоактивен однако в те времена никто не знал о явлении радиоактивности из этого минерала клапрот получил вот такое черное металлоподобное вещество его он назвал ураном в честь самой далекой из известных тогда планет которую открыли за восемь лет до этого и как вы можете услышать она тоже радиоактивно все по-честному и без обмана 50 лет это вещество считали металлическим ураном однако в 1841 году французский химик жен мелькьюр пилиго пытался из якобы урана получить хлорид урана путем вот такой реакции но в продуктах реакции он нашел углекислый газ а это значит что где-то записались атомы кислорода тогда он и установил что 50 лет металлическим ураном считали диоксид урана затем с огромными трудностями он все-таки получил металлический уран таким образом именно эжен пилиго был первым кто получил металлический уран урановые соединения например оксиды урана использовались в качестве краски для стекла и керамики перед вами сейчас представлены как раз изделия из уранового стекла если на них посвятить ультрафиолетовым излучением то стекло начинает светиться природа данного свечения проста группировки уранила поглощают ультрафиолет возбуждаются а затем испускают свет видимом диапазоне подробнее данный механизм мы рассматривали видео про хемилюминесценцию на разваленных помпеи находили керамическую посуду покрашенную краской на основе урана однако и в настоящее время незначительное количество уранового стекла производится в чехии спустя полвека в 1896 году антуан анриби кириль абсолютно случайно открыл явление радиоактивности и это резко изменило историю урана и сферу его применения позже мария кюри назвала это явление привычным термином радиоактивность мария исследовала различные урановые минералы одним из них был торбернит на нем она собственно убедилась что уран это не самый радиоактивный элемент это вы можете прекрасно слышать позднее был открыт ради и полоний названный в честь польши родины марии кюри существует легенда что пытаясь выделить ради мария вместе со своим мужем пьером сарае переработали тонну урановой руды на самом деле это не совсем так тонна урановых отходов действительно была но первичную переработку осуществили на руднике и мария получила уже концентрат которого правда тоже было довольно много а вот так выглядит урановая руда российского производства кстати на одну тонну урана в руде приходится одна треть грамма радио начале двадцатого века один грамм радио стоил 180 миллионов долларов видео про радии можно посмотреть вот здесь но это уже совсем другая история с началом второй мировой войны ученые разных стран мира предпринимают попытки провести управляемую цепную реакцию деления урана и создать супер бомбу однако например в сша не было особого интереса к данной теме и военное использование урана считалось мало перспективным но ситуация резко изменилась после атаки японцев на военную базу пёрл харбор основные работы по урану в сша прошли в рамках манхэттенского проекта и 16 июля 1945 года в штате нью-мексико прошло первое испытание ядерного оружия правда из плутония 6 августа этого же года на хиросиму была сброшена урановая бомба а 9 августа на нагасаки была сброшена плутониевая бомба еще один минерал урана самарский казахстан уран экспорт энда беринши рын алады целым казахстан а теперь перейдем к химии урана и проведем реальный серьезный синтез наша цель получить три хлорид урана вообще уран это поливалентный элемент и для него в соединениях характерной степени окисления от плюс трех до плюс шести примеры которых мы и увидим возьмем закись окись урана правильно его химическое название октооксид 3 урана и это самое устойчивое соединение урана если вы попробуете определить степень окисления урана в данном соединении то скорее всего у вас ничего не получится на самом деле закись окись урана это смешанный оксид урана содержащий уран в разных степенях окисления плюс четыре и плюс шесть растворим закись окись урана в азотной кислоте дальше профильтруем полученный раствор через воронку с фильтрующей стеклянной пластиной к фильтрату прильем пероксид водорода и получим пероксид урана уран относится к тем немногим элементам пероксид которых слабо растворяется в кислотах далее профильтруем полученный осадок и дадим ему высохнуть на воздухе когда осадок высохнет перетрем его в ступке засыплем валундовый тигель и поместим в кварцевую пробирку пробирку поместим в печь и нагреем до 420 градусов цельсия если через какое-то время заглянем внутрь то увидим что пошла реакция разложения записывается она вот так через шесть часов выглядит все вот так полученный триоксид урана перетрем в ступке чтобы измельчить вообще триоксид урана существует в шести кристаллических и одной аморфной модификации все они разного цвета мы получили альфа фазу для следующей реакции соберем вот такую установку на плитку с мешалкой поставим песчаную баню и поместим круглодонную колбу в ней находится перетертый триоксид урана и магнитная мешалка далее будем работать с гексохлоропропиленом это органическое соединение которое довольно сильно и не очень приятно пахнет поэтому оденем перчатки чтобы руки не воняли поставляется он вот в такой таре и стоит 110 евро вот за такую баночку нальем гексохлоропропилен в колбу с триоксидом урана со всех сторон колбу обсыплен песком для равномерного нагрева в него же опустим термопару что такое термопара можно посмотреть вот в этом видео сверху в колбу вставим вот такую длинную штуку это называется холодильник по факту эта труба в трубе через внешний кожух протекает холодная вода и то что находится внутри охлаждается включим нагрев и перемешивание будем нагревать нашу смесь постепенно так как реакция триоксида урана и гексохлоропропилена начинается очень бурно а затем протекает спокойно и когда я говорю бурно значит выглядит это вот так как вы видите раствор стал красным эта окраска обусловлена образованием пентохлорида урана это очень редкий случай когда вы можете увидеть уран в степени окисления плюс 5 затем образуется тетрахлорид урана который нерастворим и выпадает в осадок суммарная реакция выглядит следующим образом полученный 3 хлор акрилаил хлорид откровенно воняет по окончании реакции разбираем установку и на дне колбы мы можем видеть 4 хлористый уран он имеет зеленый цвет промоем его 4 хлористым углеродом чтобы промыться от 3 хлор акрилаил хлорида затем отфильтруем тетрахлорид урана на фильтровальной бумаге видно что по краю окраска изменила оттенок зеленого это говорит о том что уран хлор 4 провзаимодействовал с влагой воздуха и образовал ди-гидрат который нам не нужен поэтому собранный тетрахлорид урана необходимо скорее изолировать от воздуха и просушить от оставшегося тетрахлорида углерода пока тетрахлорид урана смочен 4 хлористым углеродом он не взаимодействовать с влагой воздуха. Для окончательной просушки поместим его вот в такую емкость, которая называется трубка-шленка. Затем отвакуумируем. В этот момент можно увидеть, как внутри активно испаряется 4-х хлористый углерод. При этом трубка становится очень холодной. Просушенный тетрахлорид урана занесем в инертный бокс, чтобы ограничить доступ кислорода воздуха. Про инертный бокс вы можете посмотреть вот здесь. В следующей реакции проведем восстановление тетрахлорида урана до 3-х хлорида. Для этого отвесим цинковую пыль и тоже занесем в инертный бокс, где смешаем ее с тетрахлоридом урана. Полученную смесь поместим в кварцевую трубку вот такой формы. Вынесем ее из инертного бокса, подключим к газо-вакуумной линии, отвакуумируем. При вакуумировании можно наблюдать, как удаляются газы. Далее заполним трубку аргоном и поместим в печь при температуре около 600 градусов Цельсия. Постепенно окраска смеси начинает меняться и вместо зеленого уран-хлор-4 появляется винно-красный уран-хлор-3. После окончания реакции снова вакуумируем трубку и поднимаем температуру в печи до 700 градусов Цельсия. При этом хлорид цинка, непререагировавший цинк и уран-хлор-4 отгоняются. Они конденсируются в верхней части трубки, что вы можете прекрасно видеть. Далее снова переносим остывшую трубку в инертный бокс, где разрезаем трубку по перетяжке. Из нижней части извлекаем трихлорид урана. Цвет твердого трихлорид урана каждый для себя определяет сам. Кто-то говорит, что он темно-оливково-зеленый, кто-то, что красно-коричневый или темно-красный. А теперь посмотрим на растворы, содержащие ионы урана. Трихлорид урана при добавлении в соляную кислоту действительно образует винно-красный раствор. Видно, что выделяются пузырьки газа – это выделяется водород. При перемешивании на воздухе раствор меняет свой цвет на зеленый, так как кислород воздуха окисляет уран-3 до урана-4+. При растворении трихлорида урана в азотной кислоте сразу образуются ионы урана-4+. Реакцию можете записать сами. Растворы солей четырехвалентного урана фотохромны, то есть их окраска зависит от источника освещения. На солнечном свету или его имитации раствор кажется зеленым, а при искусственном освещении – красноватым. Восстановить уран-4 в растворе можно атомарным водородом. Для этого в пробирку с подкисленным раствором уран-хлор-4 добавим металлический цинк. Цинк взаимодействует с кислотой, с образованием в первый момент – атомарного водорода, который является восстановителем. А сейчас покажем фокус. Если раствор с ионами урана-3+, интенсивно перемешивать на воздухе, то из красного он опять станет зеленым. Теперь давайте посмотрим на металлический уран, полученный промышленным путем. Уран – это тяжелый металл. Чтобы в этом убедиться, давайте взвесим его. А если учесть размеры данного образца, то можно легко посчитать его плотность, которая равна 19 грамм на сантиметр кубический. В нашей промышленности уран получают металлотермическим восстановлением тетрафторида урана. В качестве восстановителя используют кальций. Уран – химически активный металл, а в мелко измельченной форме даже пирофорный, поэтому при распилке урана вылетают искры. Пилить уран довольно тяжело, об этом свидетельствует то, во что превратились зубья нового полотна для ножовки. На срезе видно, что на самом деле уран – это металл серебристо-серого цвета, но на воздухе он быстро окисляется и покрывается пленкой черного оксида. А пилки урана прекрасно горят. А теперь проведем качественные реакции на ионы уранила. К раствору сульфат уранила прибавим раствор аммиака, образуется осадок диуроната аммония желтого цвета. При добавлении к раствору сульфата уранила раствора гидроксида натрия образуется осадок диуроната натрия. Если сравнить эти осадки, то видно, что один из них более желтый, другой – более оранжевый. При добавлении к раствору сульфата уранила раствора желтой кровяной соли образуется кроваво-красный гексоцианоферат уранила. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поддержать нас материально. А на этом все. Подписывайтесь, ставьте палец вверх и обязательно рассказывайте друзьям. Пока! Субтитры делал DimaTorzok «Оп». Казахстан… Бля! Казахстан, Уран, Аллан… Казахстан, Уран, О… Казахстан… Реакция про сна Давай еще Мне нравится Краска красная Можно сказать, что кровь Кровь урана